Войлочная вишня. Давайте немножко познакомимся с ней. Она вроде и вишня, и вроде бы совсем не такая, как обычная вишня. У нее ягодки, плодики имеют кожицу, как у вишни, а внутри мякоть такая жидковатая. У обычной вишни и у черешни у них же плотная мякоть, а тут мякоть такая жидковатая получается, и там косточка. Что из нее делают? Из нее делают компоты, едят в свежем виде. Войлочная вишня некоторым очень нравится, особенно вот у кого дети, детям нравится, она сладкая, все. Но с ней сложность возникает какая? У нас в зоне Урала она плохо себя чувствует. Почему? Потому что у нас частые оттепели, и происходит в результате под снегом много воды, и получается подопревание коры вокруг корневой шейки. И уже после этого куст гибнет. Питомники ее выращивали, но распространения большого она не получила из-за этого. Значит, если ее высаживать, то ей нужны легкие почвы, где не застаивается вода, уходит. И может быть даже где-то на склоне, у кого на участке есть склон, там она пойдет. А в других местах она как-то не приживается. Именно потому, что у нее происходит подопревание коры. В то же время, вот мой личный опыт. Я работала в Казахстане, где практически бесснежная зима в Актюбинской области. И у нас на опытной станции были большие кусты, больше метра, этой войлочной вишни, и они плодоносили. Дело в том, что там нет оттепелей. И наступил мороз, все остановилось, кусты вошли в состояние покоя, и до весны они так и находятся. Естественный покой перешел вынужденный, но его никто не тревожит, и растение не готово к распусканию, и оно поэтому хорошо зимует. То есть снега практически нет, а кусты зимуют и плодоносят. Выходит, она морозостойкая? Но вот зимостойкость-то складывается не только из морозостойкости, но к выносливости, к другим еще факторам зимы. Вот в условиях придуралия это частые оттепели, очень глубокий снег. Ну вот правда бывает, для каких-то культур очень важно, что долго не выпадает с осени снег. Хотя обычно у нас уже в ноябре, где-то в начале ноября снег на постоянную выпадает, но бывает зимы, когда он выпадает почти в декабре, ложится уже на постоянное место как бы. Вот все эти условия показывают, какое растение может жить здесь, какое нет.